Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Наталья. Собственно, занимаюсь я фиалочками. Занимаюсь уже почти два года. И только, наверное, сейчас, когда я уже стала продавать излишки, когда ты продаешь фиалочки, детки, цветущие растения, неважно, и тебе хочется не просто их продать, а хочется, чтобы у человека, который у тебя их приобрел, они также цвели, росли, и чтобы все было хорошо, чтобы он был благодарен, и у него было желание снова к тебе вернуться. Ну и получается, что каждому человеку, с которым ты взаимодействуешь, бывает даже времени не хватает поделиться той информацией, которую ты знаешь. Ну и было принято решение потихонечку делиться опытом вот через такие вот видео. Записал один раз, ссылочка есть, и можно будет поделиться, человек посмотрит и возьмет, если ему будет полезно то, то, что вот именно для него нужно на данном этапе. Вот. Начинаю я с такого интересного марафона. Буду делиться также своим опытом в пересаживании, во всем. Вот уже есть чем поделиться, потому что небольшой, но опыт есть. Я тоже все постоянно учусь. Вот. Здесь, как говорится, нет предела совершенства. Ну и все же. Вот. Сейчас ноябрь месяц, сегодня 17 ноября, и посмотрев один из каналов, мастерская фиалки, он называется, там Татьяна делится опытом, как запустить фиалки на цветение к 8 марта. Мне очень хочется этот опыт получить вот лично. Я сейчас отобрала растения, которые будут запускаться на цветение. Их нужно сейчас пересадить из 100-граммовых стаканчиков. Они у меня вот так вот растут в таких вот 100-граммовых стаканчиках. Сейчас я их пересажу в горшочки. В моем случае это вот такие вот прозрачные стаканчики. Сделала паяльником дырочки, вот, чтобы сюда запускать фитилек, потому что у меня будет стоять вся коллекция на фитильном поливе. Она упрощает, собственно, весь полив. Ты однажды залил водичку в емкость. Я покажу потом и неделю, как говорится, свободен. Особенно в такое вот прохладное, холодное время года. Летом, конечно, этим нужно будет чаще растениям уделять внимание, потому что они очень быстро выпивают водичку. Буду вот такие вот растения из этих стаканчиков пересаживать сюда. Сейчас буду показывать, как это делается. Фитильком у меня служит вот такая вот ниточка из кубочка. Все, что было, мама забрала. Но они очень хорошо работают и тоненькие. И, вот, пользуясь ими, не переливаю растения. Они не перенапитываются влагой, чтобы потом нужно, ну, чтобы они не замокали. Вот, ножничками порезала, буквально небольшие, ну, может, сантиметров 15-20. Вот, вот на таких вот кофейных размешивателях я буду записывать сорта, чтобы не потерять. Пишу обязательно сорт с приставкой селекционера и пишу дату пересадки, потому что на фитильном поливе, допустим, через полгода, если растению это требуется по внешнему виду, его нужно будет пересадить. Вот, перманентный у меня вот такой вот марки, стирается он только жидкостью для снятия лака, что мне очень нравится, потому что никуда не денется. Ни водичка, ничего не стирает. Вот, также еще можно сажать вот в такие горшочки. Я раньше и сажала, это восьмерочка. То есть, что такое восьмерочка? Диаметр горшочка поверху 8 сантиметров. Вот, сейчас нет таких горшочков у нас, к сожалению, даже под заказ их не привозят, потому что производство было раньше в Украине. А сейчас, сами понимаете. Вот, можно еще вот в такие кофейные чашечки. Я их тоже заказывала, 50 штучек на Валбересе. Ссылочку я оставлю в видео. Может, кому-то пригодится. Не нужно же будет искать, будет по выгодной цене. Вот, собственно, вот эту вот, ручку эту, ее можно будет аккуратненько вот так вот отрезать. Еще не получила опыт в этом направлении, но хочу тоже так сделать. Отрезать аккуратненько ножом канцелярскими. Будет полноценный горшочек. Здесь вот такие вот дырочки, но это горшочек, который пришел ко мне с каким-то из растений, поэтому это не мой. А я делаю две дырочки паяльником и очень удобно. То есть, через одну поступает, как говорится, кислород, через другую я завожу фитилек и все очень удобно. Вот, стандартные фиалки. В моем случае у меня все фиалки стандартные. Мы их сажаем в емкость, вот, 200 мл. 200-250 это потолок для стандартной фиалки. Опять-таки, сразу оговорка. Это та информация, которую я нашла у коллекционеров, которые делятся опытом. И уже посмотрев информацию, сажаю и стаканчики, фиалочки чувствуют себя прекрасно. Что мне еще нравится в таких вот прозрачных стаканах, то, что корневая система видна через прозрачные стенки и видно, как она развивается. То есть, когда мы посадим этот стаканчик, она засыпется вот этот ком земляной. Это будет метод перевалки, сейчас покажу, как это будет. Он засыпется грунтом, вот. А потом корешки начинают разрастаться. Через прозрачный стаканчик все видно. И даже если что-то случилось с корневой системой, когда она начинает желтеть, коричневеть, уже это видно через прозрачные стенки. И уже нужно принимать быстро меры. Вот, ну, не знаю, мне очень понравилось. Ссылочку тоже оставлю под видео. Это были стаканчики заказаны с Валберис. Так же, как и, собственно, вот такие вот палочки, 500 штучек было. Ну, так как у меня уже побольше количества. Поэтому мне уже удобно. Вот, ну, собственно, приступим. Начнем мы с первой фиалочки. Название у нее уже есть. Единственное, я только дату меняю. Здесь у нас посажена она была 21 июля. В этот стаканчик. То есть, были рассажены детки от материнского листа сегодня. 17 ноября. Да, еще не сказала, сажаю я в чистый торф агробалт. Ничего не добавляю. Изначально, когда только начинала смотреть видеоролики на ютубе, увидела, что люди добавляют перлит. Тоже в небольших количествах заказывала и добавляла перлит. Вот. А потом, опять-таки, с расширением знаний и опыта перестала это делать. И прекрасно себя чувствуют мои растения в чистом торфе. Как сажаю? Ну, изначально не показала. Завела фитилек и держу его вот так вот. Насыпала немножко торфа. Потом вот этот фитилек укладываю вот так. Внизу немножко подтянула. И чуть-чуть присыпаю, чтобы его не было видно. Дальше. У меня здесь тарелочка такая, чтобы можно было пачкать. Куда можно высыпать грунт. Фитилек старый убираем. Мы уже новый завели. И здесь есть еще также, вот они, их видно, и винильные листочки маленькие. То есть, это те самые-самые первые листочки. Они уже свою роль сыграли. Их можно убрать. Так, розетка, в принципе, неплохая. Немножко я уберу вот этот вот. Это у меня еще вот как раз-таки то, о чем я говорила. С перлитом сажала в торф. Мешала 40 на 60. 40% перлита и 60% торфа. Но когда выращивала из листа деток, мне почему-то показалось, что этот перлит мешает деткам проклевываться. Они менее здоровыми выходят. Потом со знакомой созвонились, и она говорит, что попробуем сажать, не добавляя перлит. Получила такой опыт, все очень понравилось, не только мне, но и моим растениям. И вот по сей день, уже с июля месяца, я делаю вот так. Далее мы засыпаем потихонечку. Вот, я немножко убрала. Просто это был перлит. Хотелось от него убрать корневолу. И вот так вот, по краешку, сильно не трамбуя, немножечко придавливая, засыпаем торфом. Вот. Так, чтобы немножко оставалось место для полива. Но сверху я поливаю только первый раз, чтобы заработал фитилек. Все остальное время будет поливаться растение через фитильный полив. Я покажу, как это будет выглядеть. Вот так. Засыпали. Все подсадили. Вот он фитилек. Вот розеточка. Дату мы подписали. Вставляем в свободное пространство надпись. Палочку с надписью с датой посадки. И все. Да, еще важно, когда я смотрела видеоролик, марафон по запуску растений на цветение. Важно, сейчас, если у наших растений есть какие-либо цветоносы заложены, либо пасынки, их нужно будет убрать. Но здесь, в нашем случае, ничего нет. Поэтому мы убираем. Пока. Далее. Вот такой вот у меня экземпляр. Была цветущая розеточка. Стартик. То есть первое цветение только зацвела. И я ее пересадила с плохо развитой корневой системой и сразу поставила на фитильный полив. И она загнила. Я ее спасла. Корневую систему она нарастила. Это было 18 октября. Ну, то есть месяц прошел. Корневая система хорошая. Почти весь зимой. Но ком заплесся. Она была с бутонами. Я не все бутоны убрала. И она зацвела. Укоренилась. Все хорошо. Но так как мы ее будем запускать на цветение, а самый первый процесс это наращивание листовой массы, чтобы потом из новых пазухов листочков появлялись бутоны. Сейчас мне придется, как бы мне не жалко было, эти все цветоносы убрать. И она нарастит нам новую. И запустит шапошное цветение. Что очень хочется увидеть в своей коллекции. Потому что для меня это будет первый новый опыт. Растений цветущих много. Но сейчас половину, а то и больше придется пересадить. Потому что осень как раз таки. Так, еще у меня есть такая вот палочка. Зубочистка называется. И маленькие бутончики. Конечно, неудобно стоит камера, чтобы я вам показала. Маленькие бутончики я убираю вот такими, вот такого зубочистка. Это все делается аккуратно, не повреждаются листочки. Вот, их сейчас нужно убрать. Вот. Чтобы фиалочка начала наращивать листовую массу. И потом все будет поэтапно. Буду делиться. Раз уж я начала, у меня есть такое желание. Буду делиться. Как это все будет происходить. Как растения будут себя вести. Мне и само, в принципе, интересно. Потому что для меня это новый первый опыт. Я его получаю впервые. И сразу делюсь с вами. Вот. Все цветоносики из пазух я убрала. За то, что плохо видно, сразу приношу извинения. Так, еще раз показываю, как я это делаю. Вот, беру фитилек, фитилек и завожу в дырочку. Отсюда достаем. Вот так вот держу. И насыпаю. У меня, в моем случае, покажу. Ложечка такая десертная. И я не насыпаю то. Насыпала. Положила. Вот так вот фитилек. Вот так. И еще немножечко присыпала сверху. Ну, присыпай так, чтобы на этот слой стала розеточка. И ее осталось только лишь немножко досыпать по бокам. Сейчас я засыплю по бокам. Плохо это видно вам показать. Ложечкой вот так вот. Не трамбую. Потихонечку по периметру пройду. И досыплю. Торф очень воздушный. И на фитильном поливе фиалочки чувствуют себя в нем прекрасно. В течение месяца после пересадки ничего, никаких удобрений не рекомендуют добавлять. Вот. Так как я тоже учусь, от этого никуда не денешься. Я не могу сказать, что я профессионал. Я далеко не профессионал. Мне к этому еще идти и идти. Поэтому я выбрала для себя также несколько каналов, которые мне нравятся. У которых вот достоверная информация. И делятся очень открыто люди своим опытом. И придерживаюсь и выращивание своих растений такими же принципами. Все, в принципе, чистенько. Грязи от торфа нет. Он такой еле-еле влажный. Вот такая вот фиалочка. Ну, она у нас получилась практически посерединке. Вот. Сейчас я подпишу палочку. Будет вот такая вот. Ставить буду на стеллаж, на освещение на 8 часов. Чтобы сейчас фиалочка получила стресс. Вот. И начала наращивать листики. Ну, как будет происходить дальнейшее развитие. Как они будут развиваться. Я вам буду все показывать. Буду делиться. Вот. Примерно это будет происходить раз в 3 недели. Вот. Собственно, на этом я, наверное, закончу. Потому что на видео очень сложно все это делать. Когда ты не снимаешь видео, все это гораздо быстрее происходит. Но для меня это уже первый опыт. Не судите строго. Но просто очень хочется делиться теми знаниями, которые у тебя есть. Всего доброго и до встречи.